Всем привет, это Красава! Кубок России дает маленьким командам возможность заявить о себе. Сегодня я еду в село Песчаноковское, где местная чайка будет рубиться с командой Премьер Лиги. Миллиард инвестиций. Нет билетов, да? Как всегда, за чайку. Я мог бы сегодня спокойно иметь самолет и автоп. Потому что это моя жизнь. Нам не стоит на заваз. Я хочу прожить именно так, ел. Красава! Так, ну что, где-то здесь находится ростовский офис Песчаноковской чайки. Возможно, мы находимся у истоков новой команды в Российской Премьер Лиге. А может быть, мыльного пузыря, как часто бывает в России. Здрасте! Андрей Иванович, у нас в каком расположении духа? Он всегда в прекрасном. Он же у нас спортсмен. Ой, класс! Это что такое? Пакетик. Алло. Здрасте! Очень приятно познакомиться. Очень приятно. Цельская команда из Ростовской области переписывает футбольную летопись России. Чайка. Название команды и фамилия ее вдохновителя и главного спонсора. Футбольный клуб создал местный бизнесмен и назвал его в честь погибшего отца. Андрей, вы играли в юношеской сборной с Бутом и с Бахарем, правильно? Мы 77-й год рождения. Наша сборная – это Бузникин, Ширко, Бахарев, Леша, Демченко Андрей, Иоганов Евгений, Лябкин, Дима, Цаблин Андрей. Когда-то в свое время мой отец, будучи представителем колхоза, организовал пару сборов сборной РСФСР. Александр Савельевич Бибичев и Ильич в Чанокопском. И многие ребята, тот же Бузникин Максим, они все были в Чанокопском, жили в небольшом, знаете, студенческом интернате, кормили настоящей картошкой, сметаной домашней, играли на вот этом стадионе. И оттуда поехали и выиграли чемпионат СССР. Это памятник вашему папе. Он играл, я так понимаю, за команду колхоза, да, здесь? Председатель колхоза пригласил его молодого студента сюда играть за команду. И после этого он связал свою жизнь с Печанокопским. Здесь он познакомился с моей мамой. Поэтому Печанокопска для нас, именно этот памятник, и то, что мы здесь все это сделали, это именно такая история этого стадиона, этого места, этого Печанокопского. Это правда, что команду вы назвали в честь его? Ее назвал не я в честь Иван Патон-Чичайка, ее назвали, это был 97-й год, год основания. Я тогда был, играл в ЦСКА, об этом еще не думал. Его назвали люди здесь, кто с ним работал, они назвали в честь Чайки. А я уже как бы потом был продолжителем. В 20 лет вы получили травму крестообразной связки в ЦСКА. Вы лечились в госпитале, где ребята из Чечни привозили. Меня привезли в палату, там, человек 10, и ребята, у кого-то там вот что-то много. И самая жесть, которую вы увидели? Я когда увидел, я был в шоке. А мне, я такой лег, а мне говорят, рядовой, рядовой, представится. Я говорю, я не рядовой, я говорю, футболист. Слушай, ну дружище, ну там, ты видишь, тут все лежат, ну принеси воды. Ну они, гады, воды не могут даже привезти. И вообще за меня на 2, на 3 забыли, потому что они сказали, слушай, ну уважаемый, сейчас не до тебя тут, смотри, там привозят, ты привозят, привозят и привозят. Вообще страшные вещи. Я уже такой думаю, что делать? А у меня закусило ногу, реально я уже все, я уже там ничего не мог делать. Боль страшная, вот такая нога, кое-как воспаление сняли. И они приезжают, все, давай, есть время, тебя повезли. Я, кстати, точно помню, говорю, когда меня уже, ну, кололи, везли в этот, я говорю, доктор, вы помните, что у меня крестообразные связки? Ни в коем случае не ищите там у меня что-то там, этот, он говорит, да все нормально. Сделали эту операцию. Я подружился с ребятами, которые пришли из Чечни, конечно, там, послушал эти все ситуации. Молодые пацаны, для меня это был шок, конечно, там, без ног, без рук. Я вот это запомнился на всю жизнь. И я, это знаете, какую-то такую легкую переоценку у меня внутри сделали. Я знаю, что у вас была семья, и после травмы, когда вы получили травму, вы становились, вы поняли, что, ну, футбола, скорее всего, не будет. И вы помните тот день, первый день после футбольной карьеры, когда вы проснулись и уже не будучи футболистом? Конечно, помню. В этот день мне надо было сдавать очередную сессию. Я был на хорошем факультете и выезжал за счет футбола. Я понимаю, что все, вот сегодня тот момент, когда ты должен взяться за ум, и с того момента я начал усиленно учиться. То есть вы понимали, что футбол останется в вашей жизни, но чтобы он остался, нужно много работать, учиться, зарабатывать деньги и вернуться в футбол, правильно? Моя сестра родная, она мне всегда говорит, Андрей, ты помнишь свои слова, когда, ну, реально, ты повез на своем 41-м москвиче на лысой резине, продавая мед, чтобы деньги какие-то заработать? Ты ехал и сказал, Марина придет в те времена, когда у меня будет свой клуб, своя футбольная команда, и мы добиваться будем очень больших побед. Это все кубки, это... Это не все кубки. Это не все кубки, да? Это абсолютно не все кубки, это просто вот такая, более ценные призы, турниры, кстати, среди полицейских. Так, я вижу по боксу еще. Вы еще боксер? Ну, чуть-чуть. На самом деле их очень много, просто нет еще места, куда ставить, когда мы там становились чемпионами области, турниры в памяти отца. Вы помните ваш последний диалог с папой про футбол? Да, это было за 7 часов до его гибели. Это были сборы в Баранниковской, сборная России готовилась к чемпионату, международному чемпионату во Франции. Это Краснодарский край, отсюда где-то километров 350. Папа приехал ко мне, я учился в ЦСКА, он работал здесь, он ко мне приехал буквально на один день, чтобы там встретиться со мной, передать мне вещи какие-то определенные. Мы поговорили с ним, и утром он, возвращаясь, уже где-то в 6 утра 19 января, как раз таки на крещениях погибло в таком катастрофе под станицей Тбилиска, Краснодарского края. Мне об этом никто, все ребята уже знали в обед, о случимся, мне об этом никто не говорил. Вечером я отыграл товарищеский матч на двухсторонку, и уже после ужина подошел главный тренер, Александр Александрович Кузнецов, его помощники, и сообщили мне об этой трагедии. Сегодня исторический день для Песчаноковского. Команда премьер-лиги приезжает к вам, в село. Если бы отец сегодня был жив, как вы думаете, что бы он вам сказал? Для меня он всегда жив. Мне кажется, он сейчас вот где-то рядышком находится, он все это видит. И более того, мне кажется, те моменты в жизни, которые случаются, те трудности, которые происходят в моей жизни, именно он мне подсказывает, дает какие-то правильные вещи, защищает и направляет в нужное русло. Он видит, что я делаю, поэтому я всегда ему говорю спасибо. И вот у меня всегда традиция приезжать в Песчаноковск, обязательно посетить его, заехать ему, сказать, поговорить с ним, сказать ему спасибо, услышать его, где-то там какой-то позыв внутренний. И для меня он всегда живой, поэтому, если бы он это видел, все об этом говорят, если бы он видел, наверное, он был бы просто рад. Вот и все. Здрасте, а на футбол пойдете сегодня? Да, официально. Конечно, обязательно. Какой может быть разговор? Как всегда за Чайкой. Для села, что значит команда вообще? Это сила, это сила. Все болеем. Гордимся. Великая сила, хорошая. Андрей Чайка, президент, как вам? Отлично. Отлично, молодец. Андрей Иванович, ну, это наша надежда и опора. Андрюха, душа. Да, все. Молодец, уважаемый человек. Если бы не он, не было ни стадиона, ничего бы не было. Приезжает наша знакомая из Краснодара. Откуда вы приехали? С Ростова. Из Ростова приехали за Чайку поболеть? Да. Ну что, как поле? Я читаю просто песни. Обратите внимание, какой газон. Посмотрите на довольное лицо президента. Посмотрите, какой газон. Обалдеть просто. И это вторая лига. Вы строите в Песчаноковском интернат? Да. И в Ростове академию? Да. В Песчаноковском это будет гостиница и академия для того, чтобы собирались все наши детские академии, которые играют под Чайкой. Да. Для того, чтобы проводить соревнования, чтобы у них были соревнования между собой. Миллиард инвестиций, да? Миллиард рублей. Миллиард рублей это только в один западный. В западном строится ФОК. 4 тысячи квадратных метров. Туда входит стандартное поле для ручного мяча, мини-футбола, баскетбола, волейбола на 850 мест. Это ледовая арена. У нас вообще дефицит в Ростове-на-Дону. К сожалению, сдаваться, наверное, не знаю, 24 часов, наверное, часов 18 точно будет сдавать. Но это будет стандартное поле 105 на 68. Искусственное поле последнего поколения на пробковой основе, то есть уже такая дышащая, можно так сказать, чтобы не обжигать ноги. Здесь вот с этой стороны будет находиться, строится реабилитационный центр и строится общежитие. На сколько мест? Для ребят, которые будут там жить постоянно, мы планируем порядка 60 человек. В том, чтобы академия была успешной, я вижу два фактора. Это первое, инфраструктура и второе, это тренеры. Где вы будете брать тренеров детских, потому что это огромнейшая проблема. Мы уже сейчас набираем тренеров, которые уже начали обучение. Это будут местные ребята? Это практически все местные ребята. О, хорош! Молодец! Молодец! Вы в школе чайкой занимаетесь? Да, да. На соревнованиях ездите? Да. Последний раз когда выиграли что-то какое-то соревнование? Третье место. Третье место, да? Да, 44 команды было, мы заняли среди поселений, третье место. Молодец, молодец. Как вам вообще атмосфера? Хорошая? Да. Ну, молодцы, молодцы, что занимаетесь футболом, ребят, давайте. Тем более, у вас команда здесь развивается, прогрессирует, так что ждем вас в большой игре. Галецкий хочет, чтобы основной состав Краснодара был из воспитанников Академии. Правильно ли это? То есть, ты будешь всегда жертвовать чем-то. Это ты ставишь перед собой какой-то определенный барьер. Ставишь барьер и ты должен четко идти только вот в этих шорах смотреть прямо, что должны играть только твои игроки. Головин, да? Да. Вырос. Ну, за человека сейчас дают 30 миллионов. Я же не могу сказать, нет, я тебя вырастил, ты у меня должен 5 лет отыграть, пока ты 5 лет не отыграешь, ну, куда ты дальше не пойдешь. Поэтому, точно состав вес не будет. Мне нравится эта система Чертанова. Они воспитывают ребят, эти ребята играют, 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 но в каком-то этапе за них, например, топ-клуб дают приличные деньги, они идут дальше. Вы видели, какой автобус у команды Чайка? По автобусу они уже точно в ФНЛ, а может быть, даже в Российской Премьер-лиге. Какой бюджет сейчас у клуба, кстати? Самая большая это зарплата, а еще больше это премиальная. У нас зарплаты абсолютно аккуратные. Сколько? Зарплаты? Во второй лиге, да. От 180 тысяч рублей для и молодых где-то в районе 80. 180 тысяч это максимальная зарплата, там местная суперзвезда для второй лиги, плюс премиальная есть за победу. Конечно. А бюджет какой примерно? В этом году будет где-то 110 миллионов. Ну это прилично для второй лиги. Вы готовы к переходу в ФНЛ? Да. Песчаноковское село, всего 11 тысяч живет здесь, но из них 3 тысячи придет сегодня на стадион. Нет билетов, да? Все распродано. Аншлаг будет. Привет! Привет! Ровно час до игры. Самый крутой респект, который вы получали от бизнесмена, политика. Сергей Николаевич Галинский. Жалко, что таких людей мало. Хотя, посмотрите, сколько у нас реально богатых людей. Почему они не вкладывают в футбол? Не знаю. Андрей, ну вы же понимаете, прекрасно, чтобы Алишер Усманов вложил деньги в русский футбол, да, в российский клуб, он понимает, что придет команда менеджеров, которые эти деньги, извините за вложение, скажут, и я вот сразу вам хочу задать вопрос. У вас есть команда менеджеров, которые будут управлять вашими финансами, которые не будут подпускать там левых агентов, потому что вы завтра выйдете в ФНЛ, у вас станет очередь из агентов, которые вам будут говорить, Андрей, вот мы вам поможем, вот у меня есть пул футболистов и все такое. У вас есть такая команда? У меня есть очень хорошая команда, на самом деле. Я знаю точно, что и ФНЛ, когда я выйду, я буду допускать определенные какие-то промахи. Это нормальная ситуация. Будем учиться. Команда есть очень хорошая. И этой команде тоже надо учиться. Можно сказать, что сегодняшний матч это пик вашей президентской карьеры пока? На сегодняшний день, да. Волнуетесь? Очень. Андрей, о чем вы мечтаете? Вот именно на сегодняшний день я мечтаю пройти Анжи. Нужно это сделать. Вот нужно. Я понимаю, что если мы проиграем, ничего страшного, я чуть-чуть расстроюсь и все, и потом будет все нормально, все хорошо. Но вот я точно понимаю, что для нашего клуба надо сегодня пройти Анжи. Номер 10. Шага! 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 Пропустили обидный гол. Очень опасно. Еще один прострел и в итоге... Сейчас их тренер настроит так, чтобы они отыгрались. Если Шага проигрывают в первом тайме, всегда они во втором тайме выходят с отличным настроем. Ну что, друзья, вот так вот первый тайм прошел, счет 1-0 в пользу Анжи, но я уверен, что во втором тайме еще будет горячее. Все у нас есть. Голы, интрига, полные трибуны, драка даже в перерыве была среди болельщиков. Песчанокопская встречает большой футбол. Только чайка, только победа! Дубовой замешивает такую площадку. В 15-м году вы могли оказаться в футбольном клубе «Ростов». Сан Саныч Глебенчиков тогда был первым заместителем губернатора области, он был президентом футбольного клуба, но абсолютно человек не футбольный, ну, человеку поручили заниматься футбольным клубом. Ну, то есть, чтобы футбольный клуб типа существовал нормально. Барбекевич, он пришел, говорит, Андрей, слушай, честно сказать, я с ним разговариваю, но абсолютно на разных языках. Не замгубернатор, вы. Вы говорите, что я хочу владеть командой, хочу развивать. Я хочу одно, второе, как здорово, ну, просто круто, но это вообще нас не устраивает. Вот и все. На этом, как бы, закончился наш разговор в дальнейшем. Вы можете сейчас кивнуть или не кивать и взять паузу. Можно ли сказать, что ваш план, там не было возможности для аппарата, для чиновников просто тупо зарабатывать? Конечно, абсолютно там было все закрыто, прикрыто и с четким пониманием, как мы должны развиваться. Причем, я когда написал, с каким бюджетом мы можем играть, нормально, премьер-религии, на меня посмотрели, и сказали, да такого ж не может быть. Ты для вас одна, наша Чайка! 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 Навешивает мидаль, штрафную площадь, и удар, и гол. И рефери дает финальный свисток. 2-1 уступила Чайка. 4-0! Говорит он 4-0! Спасибо за игру. Ребят, благодаря вам, благодаря вашему музею, где сегодня присутствовало столько людей. Понятно, есть какая-то сейчас досада, что могли бы где-то сейчас поехать на открытие арены, но ничего страшного. За вас я могу точно сказать, что я горд, горды все наши болельщики, которые вас полюбили после этого матча, наверное, еще вдвойне больше. Мы одна команда, одно целое, причем не 15 человек, которые сегодня были, 18 человек в заявке, а все. Начиная от наших людей, которые нам помогают, администраторов, водителей и всеми нашими болельщиками, которые сюда пришли. Вы стали любимцами, вы перевернули историю, здесь вы ее создали. Поэтому вы герои, я вас очень сильно уважаю, люблю всем вам терпение и вперед. Не мешайте нос, вы молодцы. Вы можете оценить свое состояние? Сколько у вас денег, чтобы люди понимали, как долго и как далеко вы хотите идти в футболе? Это же главный вопрос сейчас. У меня очень большая душа, денег намного меньше. У меня на сегодняшний день хороший фундамент и плацдарм для того, чтобы чувствовать себя спокойно. На пенсии я точно заработаю. Я мог бы сегодня спокойно иметь самолет для того, чтобы летать частный. Я бы мог иметь неплохую яхту для того, чтобы отдыхала моя семья. Я бы мог иметь зарубежную недвижимость. Но я этого ничего не имею и для меня это не самое главное и вообще не приоритете. У вас есть задача выйти в премьер-лигу? Конечно. Где будет базироваться команда Печенокопска? Ростов-на-Дону. В следующий год, если мы выходим в ФНЛ, команда переезжает полностью в Ростов-на-Дону. Вторая команда будет играть также на вторую лиге, но это будет Чайка М. Она будет играть в Печенокопске. Вы работаете с болельщиками, вы устраиваете акции, вы хотите развивать академию, вы хотите вкладывать миллиарды рублей. Вы хотите выйти в премьер-лигу за счет своих денег и за счет партнеров, то есть привлекая бизнес. Зачем вам это надо? Зачем? Потому что это моя жизнь. Вот я хочу прожить именно так его. Все, ребят, спасибо большое, спасибо. Президент футбольного клуба, который стремится к своей мечте. Если вам понравилось это видео, нажимайте колокольчик, оставляйте много комментариев, ставьте лайки для понимания того, что именно такой контент вам нужен. Ну и конечно подписывайтесь на мой канал. Это красава и я покажу вам настоящий русский футбол. Красава! 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 Продолжение следует...